Добрый день, дорогие наши читатели! В нашей стране уже более 80 лет в конце марта проводится неделя детской книги. И наша библиотека принимает активное участие в этой неделе. В эту неделю и дети приходят к нам, и мы выходим к детям. И детская книга становится центром нашей библиотеки. И сегодня, дорогие читатели, я хочу представить вам серию книг удивительного автора, в которого я была влюблена с самого детства. Это Василий Михайлович Песков. Совсем недавно наша библиотека получила книги, вот такие замечательные книги, Василия Михайловича Пескова. Мне бы хотелось рассказать немного об этом человеке. Василий Михайлович родился в селе Орлово, ныне Воронежской области. Отец его был простым машинистом, мать крестьянка. Окончив среднюю школу, Вася работал пионер-вожатым, затем шофером и киномехаником. Потом научился фотографировать и стал профессиональным фотографом и сотрудником Воронежской областной газеты «Молодой коммунар», в которой начал свой творческий путь журналиста. В 1956 году Василий Песков стал фотокорреспондентом комсомольской правды и писал свои очерки. Очерки Пескова проникнуты большой любовью к людям, к русской природе и составляют большую часть написанных им книг. Первая книга Пескова «Записки фоторепортера» вышла в 1960 году и затем печатается его книга «Шаги по России». И в 1964 году Василий Песков за эту книгу становится лауреатом Ленинской премии, которая была ему присуждена. Василий Михайлович Песков – один из авторов документальных очерков о космонавтов «Ждите нас, звезды». В 1965 году вышла книга его «Белые сны», которая рассказывает о природе Антарктики, о советских ученых, исследователях Антарктиды. Уже в 1991 году выходит сборник очерков «Странствия», в который читатель вместе с автором побывает в заповедниках в Восточной Африке и проведет 25 тысяч километров по дорогам Америки, увидит сельские пейзажи Венгрии, швейцарские Альпы, норвежские озера и фьорды, а также загадочную Антарктиду. В очерках и миниатюрах Песков живо нам передает быт советских людей в то время и природы. Но мы все помним, как очерки печатались в «Комсомольской правде» и как мы следили за жизнью Агафьи Лыковой в затерянной таежной деревне. То есть этих книг очень-очень много. И сегодня, дорогие дети и родители, я хочу вас познакомить с удивительным миром книг Василия Михайловича Пескова. У меня в руках одна из книг «За порогом весны». И сейчас я хочу прочитать небольшой отрывок для вас из этой книги. Очерк называется «Повесьте скворечник. Окно в природу». Вот что пишет Василий Михайлович. «Лучше всего, я почему-то помню, в весну 1943 года немцев выгнали из Воронежа. И мы вернулись в родное село. В селе проходила запасная линия обороны. Улицы были изрыты траншеями. В кирпичных домах саперы вырыли ямы. В стенах проделали амбразуры. Каждый дом надо было чинить. И все это делали старики и бабы, и мы, ребятишки. Наш домик не стоял, как видно, на стратегической линии. В нем уцелились стены и пол. Окна не были заложены кирпичом. И моя работа в ту весну была проще, чем у других. Я делал скворечник. До этого каждую весну скворечник делал отец. А я наблюдал за работой. Теперь старшим мужиком в доме был я. И в числе прочих забот была и эта. Очень приятная для меня. Сделать скворечник. В блиндаже из подмерзлой земли я вынул сырую толстую доску. Дня три доска сушилась на солнце. От нее шел пар, запах смолы и земли. Я тем временем откопал в потайной яме отцовские инструменты. И началась работа. Почти тридцать лет прошло. Но я помню, как вынимал из доски ржавые гвозди, как под рубанком шуршала сыроватая стружка, и как от стены соседнего дома откликался эхом стук топора. Орали воробьи, с крыши лилась копель. Тайком от матери я ломал и с аппетитом отсасывал ледяные сосульки. И опять стучал топором. Долбил доску, заколачивал гвозди. И вот на шесте кверху поднялся скворечник. В нем сразу же поселилась парочка воробьев. Но прилетели скворцы и выгнали воробьев. И эта семья скворцов стала жить под окном дома Василия Михайловича Пескова. Вот так живо и удивительно рассказывает в своих очерках, знакомит нас, дорогие ребята, с природой Василия Михайловича Пескова. В этой книжке очень много историй, связанных с жизнью Василия Михайловича, с его наблюдениями. Замечательные фотографии. Мы можем увидеть лица этих людей. Мы можем увидеть все наблюдения Василия Михайловича Пескова. Эти книги, конечно, научат нам добру, пониманию природы. Поэтому я вам очень рекомендую прочитать вместе с детьми в домашнем кругу эти книги. Вы знаете, наверное, мало кто знает тот факт, что впервые, когда приземлился Юрий Гагарин после своего первого полета, то первое интервью у него взял Василий Михайлович Песков. Вот как это было. У меня в руках книга «Мир за нашим окном». И здесь один из очерков посвящен встрече с Юрием Гагарином. Называется этот очерк «Первые минуты». Вряд ли кого снимали столько же, сколько Гагарины. Перебираю сейчас архив в поисках самого дорогого для меня из гагаринских снимков. И без колебаний кладу в сторону фотографию. Гагарин с кием в руках выбирает шар для удара. Почему именно этот снимок? А вот почему. Вот смотрите, я вам сейчас покажу этот снимок. Юрий Алексеевич играет в бильярд. Ровно 10 лет назад, в полдень 13 апреля, с товарищем по редакции Павлом Барашевым мы мчались на Внуковский аэродром. Мы чувствовали себя счастливыми. Еще бы! Журналистская настойчивость получила награду. Нам сказали, хорошо, разрешаем. Только спешите. Самолет туда вылетит через час. Задыхаясь от волнения и спешки, мы поднялись по лестнице самолета. И сейчас же пустой Ил-18 вырулил на дорожку и взял курс на Куйбышев. Очень симпатичная стюардесса тоже волновалась и беспредстанно поправляла прическу и зеркало. От нее мы узнали, на этом самолете из района приземления завтра в Москву будет лететь Гагарин. Гагарин, вспомним тот день, вспомним, сколько сразу всего соединилось для нас в этом слове Гагарин. Кое-что мы уже знали об этом парне. Видели снимки в семейном альбоме. И все же он был для нас неизвестным. Два часа летит самолет в Куйбышев. Уже к вечеру мы оказались за городом в доме над Волгой. Нам сказали, Гагарин тут, ждите. Как терпеливо мы ждали и как велико было нетерпение. Чтобы как-то скоротать время, мы стали катать шары на бильярдном столе, стоявшем среди зала. Фотокамеру я держал на готове. С беспокойством глядел в окно. Апрельское солнышко уходило еще полчаса и вряд ли можно будет снимать. Я целился в шар, когда по скрипущей деревянной лесенке сверху молодым шагом сбежал невысокого роста майор. Он был один. И в первый момент мы решили, что это посыльный сверху. Еще раз сказать, чтобы мы подождали. Но майор протянул руку. Здравствуйте, это вы из комсомолки? Батюшки, да это же он. Ну, конечно, это Гагарин. Худенький, невысокий майор вполне понимал ситуацию и так хорошо, так дружески улыбнулся, что мы сказали, Юра. Мы просто иначе и назвать его не могли. Куда улетели из головы старательно заготовленные глубокие и серьезные фразы. Я мучительно думал, о чем же спросить. Но подтянутый вид эта улыбка исключила вопрос. Мы достали из сумки газеты. Это был хороший подарок. Гагарин внимательно, задумчивая улыбкой, рассматривал снимки жены и старшей из своих дочерей и просто сказал спасибо. И вот этот снимок, один из первых снимков Гагарина после полета, находится в этих удивительных книгах. Вы знаете, еще очень много историй вы сможете прочитать, открыв эти удивительные книги. Ведь неделя детской книги – это не только неделя. Это ваш шаг в будущее. Ваше знакомство с миром удивительных книг. Сегодня я рассказываю вам о Василии Михайловиче Пескове, авторе, который мне знаком и любим с детства. Его передачи в мире животных невозможно было не смотреть. Мы сидели, застыв у экрана. И вот все его заметочки, собранные в эти удивительные энциклопедии, познакомят вас с миром доброты и радости. У меня в руках много этих книг. Вот по зимнему следу, например, книга «Ключи от Волги» знакомит нас с рекой, с нашей матушкой, российской рекой Волгой. А вот еще книга «Туманные острова». И мы уже погружаемся в удивительный другой мир впечатлений Василия Михайловича Пескова. И видим его глазами природу и все, что с ней связано. Вот еще одна книга «В час высокой воды». Вы видите, что книг достаточно много. В этом году мы отмечаем юбилей полета Юрия Алексеевича Гагарина. И вот здесь, в этой книге с Юрием Гагариным, собрано все-все об этом удивительном и добром парне, который проложил нам путь в космос. А для вас, ребята, открыта наша библиотека. И ваш путь к книгам, к знаниям открыт. Пожалуйста, приходите к нам, наслаждайтесь чтением вместе с нами. Мы ждем вас. До новых встреч. Всего вам самого хорошего. До свидания.